Ну ладно, значит, получается, мы вот сейчас начинаем большую на весь остаток семестра тему, связанную с линейными задачами, и сегодня вот получимся решать, ну, начнем учиться решать линейные уравнения. Линейные уравнения с переменными коэффициентами мы решать любые не умеем, а вот линейные уравнения с постоянными коэффициентами мы умеем решать любые. Вот именно с постоянными коэффициентами мы и будем заниматься уравнениями. Значит, итак, сначала давайте разберемся с однородными линейные однородная дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами то есть уравнение вот такого вида постоянными с постоянными коэффициентами значит что мы про такие уравнения но вот вот эти наши окаты это число что нам про эти уравнение надо знать чтобы их уметь решать значит ну во первых надо знать понятие фронтальной системы решений fcr уравнение 1 это n линейно независимых решений этого уравнения но мы не будем повторять там что такое линейная зависимость это вчера все было даже просто раз да на прошлой неделе значит что еще нужно знать что общим решением что общее решение однородное уравнение выписывается через фср то есть имеет вид вот такой значит общее решение то есть просто линейная произвольная линейная комбинация функции сфср другими словами решение уравнение 1 сводится к поиску его фср если уравнение коэффициента постоянное то это вполне такой значит хорошо алгоритмизованный метод по уравнению дифференциальному строится так называемый характеристический многочлен это многочлен вида следующего ну традиционно вот переменно в нем обозначает не т а лямбда где где да согласен с вами конечно до первой степени значит запоминать его легко да это мы берем исход левую часть исходного уравнения и заменяем катую производную на катую степени лямбда значит и вот по корням этого характеристического многочлена и строится собственно говоря фср значит вот пусть лямбда катая кратности с катая это к ну там к изменяется от единицы до m сумма пока это единицы до m с катая естественно равна n корней всего n с учетом кратности вот пусть и вот эти лямбда катая кратности с катая это корни характеристического многочлена тогда фундаментальная система решений уравнение 1 состоит из функций следующего вида е степени лямбда катая x x умножить на е степени лямбда катая x и так далее x степени с к и из этого из к вычитается единица на е степени лямбда катая лямбда катая x вот как раз получается ровно м ровно м всего функций можно показать что все эти функции являются решениями уравнения 1 можно показать что все они являются линейно независимыми вот поэтому образует фср запоминать вот как строится фундаментальная система решений по корням характеристического уравнения очень просто каждому корню соответствует как минимум одна функция вот такая экспонента есть степени корень умножить на x а если кратность корня больше единицы вот то мы добавляем к этой экспоненте еще одну функцию x на есть степени лямбда катая x x квадратная есть это лямбда катая x и так далее до тех пор пока общее количество таких функций не не совпадет с кратностью пока не хватит просто добавляем эти x в очередной степени на ту же самую экспоненту да да это не рода это ясная такая та самая скатая до которая обозначает кратность ну и собственно все единственное значит такое вот существенное замечание она с точки зрения теоретической несущественно а с точки зрения практической например для контрольных очень важным является значит понятно что даже если коэффициенты исходного уравнения все являются действительными числами и как бы самой исходной задачи никаких комплексных чисел нету ясно что корни у характеристического многочлена могут какие-то казаться комплексными и тогда фср попадут комплексно значные функции вот из-за этих экспонентов ну и в общем как бы беда небольшая но все-таки считается что это дурной тон потому что если исходная задача не содержала комплексных чисел то есть возможность их не порождать то не надо их порождать специально вот то есть как бы надо стараться чтобы они не возникали и это можно сделать в этих задачах то есть если коэффициенты являются действительными числами то и фср можно сделать действительно значную но мы этот опять-таки доказывали на лекциях абстрактно что вот она существует а сейчас можно показать вот как из этой вот такой произвольный фср случае действительных корней уровне коэффициентов уравнения сделать действительно значную фср значит как это делается значит если в исходном уравнении коэффициенты являются действительными числами то вместе с корнем характеристического многочлена вида ну комплексным вида альфа плюс и бета кратности с всегда имеется комплектно-сопряженный корень альфа минус и бета кратности с если уравнение действительные корни да то комплексные действительные коэффициенты то комплексные корни выскакивают парами комплектно-сопряженными парами и причем с учетом кратности и так далее и так далее и тогда вот значит и тогда пару функций из фср вида х степени х степени гамма е в степени альфа плюс и бета х х степени гамма е в степени альфа минус и бета х значит смотрите если у нас корни характеристического многочлена выскакивает таким комплект сопряженными парами то и фср выскакивают пары функций вот такого вида ну гамма здесь изменяется получается от нуля до с минус 1 вот такими парами тоже комплекс сопряженными х какой-то степени и вот эти экспоненты альфа плюс и бета х е в степени альфа минус и бета х вот и тогда вот эти пары можно заменять на на пару следующего вида х в степени гамма е в степени альфа х косинус бета х и х в степени гамма е в степени альфа х синус бета х немножко у меня не влезло вот что у нас получается ну во первых смотрите что это на самом деле за функция учитывая что у нас есть формула эйлера да ну даже не важно е в степени комплексное число это е в степени альфа умножить на косинус бета плюс и синус бета и в этом смысле вот эти пара функций которые предлагаются на замену изначальным это собственно что это действительно мнимая часть от любой из этих функций не больше не меньше другими словами вот каждая из этих ну вот эта функция есть полусумма вот этих двух вот эта функция есть полуразность деленная на и вот этих двух и будучи линейными комбинациями решений каждая из этих функций тоже является решением исходного уравнения ну и можно показать что такая замена вот одних функций на другие ФСР не нарушает линейной независимости этой системы вот но при этом понятно что тогда у нас все комплексные значные функции исчезнут а вместо них появятся действительно значные функции и вот будет как бы вот такая хорошая ситуация когда решением в решении задачи которая не содержала комплексных чисел не будет содержаться комплексно-значных функций естественно как я и говорил там вчера да это не означает что мы теряем какие-то комплексно-значные решения переходя от произвольной ФСР ну такой правильный ФСР ФСР действительно значный нет конечно у нас же значит все эти функции из ФСР будут нажаться на константы если мы позволим константам принимать комплексные значения то мы вот в этом выражении даже несмотря на то что функции сами функции действительно значные мы вот в этом выражении конечно все комплексно-значные решения и уравнения поймаем то есть мы ничего не теряем просто у нас появляется выбор если вот эти все функции действительно значные то мы можем считать константы тоже действительными и тогда мы работаем только с действительно значными решениями задачи в которых изначально комплексных чисел не было если мы все-таки хотим работать со всеми решениями мы позволяем константам быть комплексными и тогда мы работаем со всеми, в том числе и комплексно-значными решениями исходного уравнения. Ну и вот получается, у нас с вами нет выбора заменять или не заменять. То есть если вы на контрольной ситуации, когда у вас действительно коэффициенты, получите комплексно-значную функцию ФСР и через нее выпишите ответ, то это будет неправильная решенная задача. Вы обязательно должны от всех комплексно-значных функций избавляться в таком духе. Вот теперь уже все окончательно. То есть алгоритм решения однородных линейных дифференциальных уровней с постоянными коэффициентами, в каком-то смысле очень просто, как алгоритм, все сводится к тому, чтобы суметь найти корни некого многочлена. Ясно, что если многочлены в высокой степени, то попробуйте вы эти корни найдите. Но это уже другой вопрос. Но если вы их нашли, то дальше все выписывается прямо сразу, очень легко. Давайте сейчас какие-то примеры посмотрим. Вот давайте, значит, я решу 530-ю задачу. Вот такое дифференциальное уравнение, линейное, однородное, с постоянными коэффициентами. Составляем картеистический многочлен. Приравним его к нулю, чтобы найти корни. И начинаем их искать. Ну вот тут, естественно, все хорошо ищется. Получается вот так. Ну и стало быть, у нас есть лямбда равный нулю, корень, да, кратности 1. Есть лямбда равный 2 и... Лямбда в квадрате плюс 4, да. Ой, да, 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 точно. Плюс 4, точно, спасибо. Отсюда и 2и, да, кратности 2. И лямбда равная минус 2. Вот они как раз, да, значит, коэффициенты уравнения действительные. И комплексные корни выскакивают парами, комплексно сопряженными. Значит, ну вот формально, если в точности действовать по теореме, да, по алгоритму, у нас нулевому корню соответствует е в степени 0х функция единица. Значит, вот этим 2и соответствуют две функции. Е в степени 2и х и х умножить на е в степени 2и х. Да, потому что кратность 2, надо вот еще одну функцию. Они получают очень просто. Домножаем на очередные степени х. Вот, ну и минус 2и то же самое. Значит, е в степени минус 2и х и х на е в степени минус 2и х. Вот. Ну и вот поскольку нам запрещено, в случае, если изначально задача комплексных чисел не содержала, пользоваться комплексно значными функциями, мы, значит, вот объединяем в пары эти комплексно значатые функции вот так, то есть в пары комплексно сопряженных функций, да, мы, значит, что делаем? Мы фактически берем в этой каждой паре одну и выделяем из нее действительные мнемые части. Значит, вот из этой пары действительно мнемая часть будет косинус 2х синус 2х, значит, а из этой пары х косинус 2х, х синус 2х. Вот. И вот теперь у нас получилось опять 5 функций. У нас пятая степень, пятого порядка уравнения. Значит, ФСР содержит 5 функций. И опять получилось у нас их 5. Все они решения точно, да, потому что вот эти вот, там, косинус синус, да, это полусумма, полуразность вот этих экспонентов, деленная пополам или там на двои. Ну и вторая пара точно так же. Значит, и мы на основании этих функций можем составить ответ. С1 умножается на единицу, С2 на косинус, С3 на синус, С4 на х косинус и С5 на х синус. Вот. Да. Я не улыбнул, как мы из экспонента перешли к косинусу, С2 на х синус. Ага, ну вот. По формуле илера косинус е степень 2х, это вот такая штука, а е степень минус 2х, это вот такая штука. Вот. И мы, значит, вместо вот этих двух функций взяли полусумму, да, полусумма и полуразность, деленная на и. Вот. Как линейные комбинации эти функции автоматически тоже оказались решениями. Вот. Ну и там гораздо сложнее, но тоже можно показать, что линейная независимость тоже не нарушилась. Вот. Так что логика простая. Ну и вот дальше, получается, эти константы, если мы их считаем действительными, С1 и так далее, С5, то мы работаем только с действительно значными решениями. Если мы считаем, что эти константы могут быть комплексными, то мы работаем просто со всеми, целиком, со всеми всеми, в том числе и комплексными решениями исходного уравнения. Вот. А, если нас интересует комплексно-значный, конечно, могли бы не делать. Да. Ага. А у нас С1, С2, С3, С4, С5, В, да? Произвольные константы. Да. А почему у нас нет Е-степени? Ну вот они, видите, получились в нашем случае комплексно-значными, а нам это не хочется. И мы от Е перешли к синусам-косинусам, так можно. Ну, у нас же, если начались разные косинус 2х, например, у Е-степени... Да, так и есть. Ну, а почему тогда у нас Е-степени косинус 2х, у нас 3х, синус 2х? Так вот, в том-то как раз и хорошо. Вот у этой функции действительно часть косинус 2х, а мне моя синус 2х. Да. А что вас смущает? А, мы хотим избавиться от меня в части 2х. Да, поскольку они действительно значные функции, нам это очень удобно. А самое главное, что действительно мнимые части – это линейные комбинации этих функций. Поэтому можно быть спокойным, это точное решение. Вот. Насчет линейной независимости там все не так просто, но тоже показывается без проблем. Все связано с тем, что вот переход от каждой такой пари, каждый такой пари, он происходит как? Он происходит, ну, невыжденным преобразованием. То есть вот коэффициенты, которые из этой пары функций дают косинус, из этой пары функций дают синус, образуют матрицу с отличным от нуля определителем. Поэтому такой переход не нарушает линейной независимости исходной системы функций. Ну, да. А когда у нас появились экспоненты, умноженные на х? Значит, ну тоже вот как бы, как вам сказать, мне трудно сказать, когда этого можно догадаться. А, это метод. Да, 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 да. То есть кто-то когда-то первый догадался, что так можно, и мы теперь этим пользуемся. Большим удовольствием. Вот. То есть если у такого линейного уравнения экспонента есть решение, то до определенной степени х и такие функции тоже будут решениями, х не мешает. А, перебираем все степени х до х? Пока не хватит. Пока этих функций в сумме не хватит, не станет столько какого кратности. То есть нам как бы каждому собственному значению кратности ск надо поставить в соответствии ск функции. И тогда всего функция будет n. Вот. И вот мы с этим эту проблему решаем просто. Одна функция точно есть решение. Собственно, вот если мы начнем искать решение в виде экспонента, то у нас получится, что лямбда должна быть корнем характеристического уравнения, ну, характеристического многочлена. Вот. А то, что эту экспоненту можно еще и на х домножить, и даже на х в степенях вплоть до ск минус 1, это не очевидно совершенно. Но это тоже можно доказать, и эти функции останутся решением. Это не очевидно. Вот. Но можно показать, что да, останутся. И тогда это прекрасный ФСР. Вот. То есть, если бы мы сразу, вот, ну, как бы, просто, ну, условно говоря, вот видите, когда, не знаю, там, люди, ну, где-нибудь, где совершенно эти комплексные числа неуместны, да, вот где-то в каком-то инженерной задаче, они вот вам дают такую задачу, да, вы ответ через е степень 2х. Ну, что эти люди вам скажут? Они, конечно, скажут, что, ну, как бы, ваши усилия бессмысленны, что нам с этой экспонентой делать, мы комплексных чисел-то не знаем. Вот. Поэтому, ну, вот, как бы, наша задача сделать так, чтобы было удобно работать всем. Вот. И тем, кто не знает комплексных чисел, тем, кто знает. Те, кто не знает, пусть считают, что эти константы действительные, и у них только действительное решение было. Те, кто знают, пусть считают, что константы комплексные, и они все будут решение рассматривать. А в ФСР мы выбираем на всякий случай, чтобы всем было удобно, действительно, значное. Так. Хорошо. Ну, чего, давайте теперь пару задачек вы решите. Значит, ну, давайте мы попробуем пока без добровольцев. Пока без добровольцев. Тут, правда, есть риск не попасть, да? Тоже как-то не особо, да? Так. Так. Хорошо. Ну, что? Ну, давайте рискнем, значит, что у нас тут. Что у нас в конце списка мало кого мы вызывали. Давайте Рябинскова, Юлия, позовем. Ага. А с чего следует, что у нас цешки в ответе вещественные? Ни из чего. И ни из чего не следует, что они комплексные. Как хотим, так и делаем. А, мы любые можем, да? И комплексные. Да. Ну, то есть, если мы рассуждаем в общем, то, конечно, мы рассматриваем вот здесь, вот в этих теоремах цешки комплексными. С самыми общими, чтобы точно все решения поймать. Если исходное уравнение было с действительными коэффициентами, то мы на всякий случай ФСР строим действительно значную. А насчет цешек предоставляем пользователю, как говорится, свободу выбора. Не хочет комплексных функций, пускай считает, что цешки действительные. Хочет комплексные функции, пускай считает, что цешки комплексные, и ни одно решение тогда не пропадет. Вот, то есть, если мы позволяем цель быть комплексными, ну, поскольку любая ФСР, это ФСР, она, значит, дает в виде своей линейной комбинации любое решение. Если цешки комплексные, то все комплексные решения ловятся. Вот, да. Ага. Вот, от этих вот к этим. Ну, вот, получается, мы, во-первых, выделяем среди комплексно-значенных функций, которые попали в ФСР, комплексно-сопряженные пары. Это вот, вот, я их обвел этим самым, да? Вот. А потом из этих комплексно-сопряженных пар создаем пары действительно-значенных функций. Вот. Каким образом? Берем сначала полусумму этих двух комплексно-сопряженных функций. Естественно, получается, действительная часть – это одно из них. Только на формуле Эллера, помните? Да. Вот это, что Е в степени… Вот, который я писал. Через Е в степени. Да, то есть Е в степени действительной части умножить на скобку, а в скобке косинус в мнимой части плюс И умножить на синус в мнимой части. Ну, сейчас вы потренируетесь. Косинус, ну, это получается… То есть вот Е в степени 2х – это косинус 2х плюс И синус 2х. А, ну, это тут все равно бабло, значит, мы уже не знаем, что происходит. Да, наверное. То есть вот что-то там глубже куда-то, да. И здесь то же самое, да? Просто х еще появился. Так, значит, давайте сделаем с вами задачу 526-ю. 526-ю. Сейчас я вам ее продиктую. У четвертая производная. Четвертая, ага. Плюс 2у вторая производная. Плюс у равняется нулю. Давайте решим вот такой дифур. АПЛОДИСМЕНТЫ Подождите. Ага. Вот смотрите. Там, где Y беспроизводный, ему соответствует как бы нулевая степень лямбда. Y беспроизводная – это как бы нулевая производная, поэтому все проще. Так. Минус 1, да. А производная какая четвертая лямбда? И все. Ну и да, да, можно так написать. Короче, у вас лямбда квадрат кратный корень, да, минус 1 кратности 2. А для самого лямбда 2 кратных корня, лямбда равно плюс i, да, корень из минус 1. Это кратности, да. Оба кратности 2, да. Понятно, видно вам, да? Да, кратности 2. Супер. Вот теперь, значит, мы по ним, для них строим эти ешки сначала, да. И видим, что мало, да. Поэтому в каждом случае, пока не хватит, добавляем x умножить на e. Экспонент такая же точно остается, да. Но сама экспонент одомножается на x, да. Если бы кратность этого минус i была бы, да. Только не лямбда, а x, да, внизу там? А, это x у вас есть. У меня отсюда кажется, что лямбда. Ага, ага. Вот. Если бы кратность была 3, мы бы добавили еще x квадрат, да, e в степени x. Но нам этого не надо. Да. Теперь, значит, получается, пара вот эта e в степени плюс-минус i x дает нам синус-косинус, а пара x умножить на e в степени, да, 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 плюс-минус i x дает нам пару. Да, ну, то же самое, x-синус, x-косинус. И все, мы готовы писать ответ. Просто линейная комбинация тех четырех функций, которые вы написали. Да. А нет, а откуда плюс-минус i просто? Раз у вас есть единичка среди ваших четырех функций? Да, да, никаких, просто линейной комбинации, всего, что получилось. Уравнение четвертой степени, в ФСР содержится четыре функции, линейная комбинация произвольной этих четырех функций является общим решением. Ну, там это, да, дело вкуса, как, что, где писать. Ага. В чем дело вкуса? Ну, там можно написать c3 x синус x, а можно там x c3 синус x. Все, замечательно. И все, вот никаких, значит, чудес. Посмотрим после контроля. Пока да, 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 пока да. А? А потому что среди... У нас тут было пять функций, да? У нас пятого порядка уравнения. Еще единичка была, да? Да, да, да. Вот. Давайте еще одно решим. Еще одну задачу решим. Так, ну мы сейчас еще раз хрестнем. Мне хочется... Ну, вполне возможно. Мне хочется в конец списка заглянуть. Давайте попробуем Ерему Артема позвать. Вот, отлично. Ну, я уж надежный, конечно. А потом у меня пойдет деление пополам. Так, мы сейчас сделаем задачу 528. 528. Сейчас я вам скажу, что там. y3... 528, ага. y3 штриха. Минус y2 штриха. Минус y штрих. Плюс y. Равно нулю. Короткий, ага. До перерыва как раз. Пока мы решаем, я скажу, что домой я вам задам такие же, ну, вот эти однородные уравнения. Но все-таки повеселее, мне сейчас не хочется на это тратить время. В этих домашних задачах будет необходимость извлекать корни из комплексных чисел. То есть надо будет вспомнить формулу Муавра дома. Положите. Да. Е в степени x. Один из корней, да? Да, потому что эти самые, логично, да? Производные совпадают. Согласен, согласен. А все производные одинаковые. Ну, одно из решений точно есть степень x, потому что именно есть степень x, если подставить, будет сплошный экспонент одни и те же, да? Две с плюсом, а две с минусом. Ну, есть степень x штриха, это есть степень x. И два штриха есть степень x, и три штриха. Вот. А тут два плюса, два минуса. Да, да, да. Ну, тут вот, с другой стороны, вот тут раскладывается на все множители. Считается, конечно, тоже очень хорошо корни. Да, это короткость и один. И, на самом деле, вот смотрите, давайте мы сейчас попробуем не... Тут, кстати, ничего не надо будет раскладывать. Давайте мы сразу начнем писать ответ. Что нам это 10 раз переписывать, одни и те же функции? Вот по корням мы сразу напишем ответ. Так, ну, тут что будет? Да, ну, давайте мы устно обсудим, да. Значит, во-первых, есть степень... Значит, синус и косинус... Нет, а зачем? Тут же нет комплектных чисел. А, да. Тут все еще проще, да. Все еще проще. То есть, а, ну, просто есть степень x, степень минус x. Да, и еще... Еще x, я степень... Да, вот давайте писать ответ. И писать, да. Ну, вот я говорю, что дома, чтобы не было совсем скучно, будет там задачка или две, где надо там корень из и, да. Ну, корень из и легко, там, как они, корень из два плюсы, там, типа того. Все, да, совершенно верно, здорово. Так, ну что, давайте тогда, наверное, перерывчик сделаем. Значит, напоминаю, что вот проверенная работа, кто еще не брал... И вы их можете брать себе насовсем, а если есть, как бы, эти самые, да, замечания, как говорится, по проверке, то обращайтесь. Это нечетная степень, то у нас же это не будет являться корень. Какие вопросы есть? Ну, конечно. Не верно, это записка? Не, ну, нет, то есть придумать уравнение, которое мы с вами не решим, запросто. То есть, понятно, что все сводится к умению решать алгебраические уравнения. А, нет, это четверка такая, это почерк такой. А, это четверка. Да. Поэтому и полный квадрат там все делали. Не-не-не, без чудес, ну что вы. Я вас просил, можно подобрать? Нет, можно, я поделил. Ну что, я вас не засудил за это? А, нет, явно не засудил. У меня все шикарно. Я просто листов не хватаю, я их больше буду. А, значит, те листы, если у меня не было замечания, я их могу принести, они у меня на кафедре остаются. То есть, я эти листочки дополнительно только, когда там было, что написано, что-то такое по делу. Для меня, от меня. Спросили, как решило, а в линейном. А, ну все, пришлось вспоминать. Ага. Давайте Феде передам. Полежай. Ага. Все, все не имеют две степени там. Ну, как вам сказать, не то, чтобы все. Ясно, что вот эти линейные комбинации там могут выглядеть как-то очень хитро. Вот. Там и синусы, пожалуйста. Просто, ну вот как это, условно говоря, у вас есть линейная система, алгебраическая обычная, да? А у нее в ПСР там может быть состоять из векторов типа там 1, все нули, 0,1, все нули, 0,0,1, все нули. То есть из таких простых красивых векторов. Но это не значит, что ее решение ограничивается только такими векторами. И с них можно комбинировать там любой сложный. И здесь то же самое. Просто выбираются какие-то достаточно простые функции, которые легко искать с помощью характеристического многочлена. и на основании их строится в ПСР, а там уже все остальные решения, они более-менее какие угодно. Хотя не всякая функция, ну, в общем, какие угодно, может, более-менее. Я не могу сказать, что мне надо это санкетическим выражением динатманом. То есть просто много-зой цепочки. Как вы здесь поняли, что c1 равномерно са квадратом? Я ответ знаю, только из-за этого Нет, на самом деле, смотрите, мы же вроде это обсуждали Вот здесь, на этом этапе, невыгодно вспоминать, что p – это y-стрих А выгодно вот эту штуку прямо вот сюда и подставлять Ну, точнее, вот сюда И у вас сразу получится правильный ответ И если вы сюда ее подставите, то у вас здесь будет не c1, а именно минус са квадрат на 4 Если же вы решили вот на этом этапе вспомнить, что p – это y-стрих И нашли решение в таком виде То вы должны вот это подставить в исходное уравнение И подставить условие, да, чтобы получился тождественной 0 Тогда у вас тоже получится, что c1 – это минус са квадрата делить на 4 Но зачем мучиться, если можно было вообще ничего не решать Сразу прямо вот это алгебраически подставить вот сюда Мы это обсуждали, что как бы нам надо воспользоваться вот этим уравнением на самом деле Полноценно, а то мы пользуемся только его производным Вот, поэтому... И это, конечно, грубая ошибка То есть это вот... Ясно, что вы решать такие задачи умеете И метод знаете, но вот эта ошибка грубая То есть это как бы техническая тонкость, которую надо вам в голову вдолбить А то есть ошибка именно в том, что нельзя вот так делать? Ну, можно, только тогда осторожно Если вы так сделали, надо вот на этом этапе потом искать связь между константами А ошибка в том, что нельзя в ответе две константы? Да, потому что уравнение первого порядка, и там две независимых константы быть не могут Она одна Ну, тут основная ошибка все, что делать на этом Не, ну это потеряли, ну это да Тут тоже была бы серьезная ошибка, потому что мы договорились, да, что нельзя терять отдельные эти штуки Здесь именно серьезная ошибка и есть Ну да Потому что я сначала первого 4х, а потом это и и и Оказалось, ну да, да Это же четвертая пара, там голова-то уже совсем не та, что на первом Нет, себе, конечно Так, ну чего, это самое, двинемся дальше Как вы? Как тут у нас? Более-менее все уже собрались? Плюс плюс ноль, плюс минус, плюс 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 ноль, плюс минус То есть третья тема, ну как бы Да, три задачи на зачет, да Ага, первая часть вообще шла, да Ну там сейчас, там если я сяду, можешь сейчас посмотреть? Видно ли? Смотрите, все Если горизонт завалит, не залазит Что закрыт? Завалит А, завалит А, слышно там так? Видно, что слышно или не видно, что слышно? Там видно точно А слышно? Слышно должно быть слышно Сейчас все, как бы это самое, все вмешаются и станет не видно, не слышно Так, значит, давайте двигаться дальше С однородными все понятно Давайте получимся решать неоднородные уравнения А еще раз По какому принципу мы понимаем, что это именно однородные, что ему нужно и не было Нет, очень простой Мы сейчас внутри теории линейной задачи, поэтому однородность мы понимаем однозначно Это отсутствие, ну, ноль в правой части уравнения Все, все Без всяких там фокусов То есть, ну, как слава, да? Однородные, неоднородные? Потому что задачи линейные, такие же точно Ну, соответственно, линейные и неоднородные С постоянной коэффициентностью Здесь зря я стирал Да что ж такое у меня Значит, ну, есть общий метод решения линейных неоднородных уравнений Причем неважно, с постоянными коэффициентами, не с постоянными коэффициентами Он работает примерно так Значит, если вы решили однородное уравнение То тогда вы точно решите именно алгоритмически уравнение неоднородное Поэтому, ну, получается, мы можем решить любое уравнение с постоянными коэффициентами однородное Значит, можем решить любое неоднородное Мы не можем любое решить уравнение с переменными коэффициентами однородное Но если мы его решили Тогда и такой же, только с правой частью уравнения мы тоже решим Этот метод называется методом вариации постоянных а ну линейные есть только большого порядка вариации и поэтому не постоянной до постоянных постоянных значит этот метод работает всегда когда можно ну когда решая когда смогли решить немножко таряло решить однородное уравнение однородное уравнение мы им займемся когда на следующий парень а сегодня мы займемся некой альтернативой этому универсальному методу это значит подбор частного решения подбор частного решения вот этот метод работает только для права про 10 что же для права частей ну для f от x спецвида зато быстро ну и вот именно с него мы начнем со второго с этого альтернативного подхода значит первое если f от x имеет вид pm на е степени гамма x где f от x это многочлен степени n то частное решение неоднородного уравнения y n можно искать в виде следующим q m от x на е степени гамма x и умножить еще на x степени s где значит q m это многочлен неоднородное ну можно было игре чем мне тоже нравится да но че как-то уж больно там этот самый че гевара че бурашка в общем y n пускай будет как в нашей канонической книжке да там вот что же я буду значит многочлен тоже степени m но уже с неопределенными коэффициентами которые как раз подлежат определению значит ну е степени гамма x это та самая е степени гамма x которая была а вот s это 0 если гамма вот та самая гамма экспоненты не является корнем характеристического уравнения то есть m от гамма не равен нулю и кратность гамма если гамма это корень характеристического уравнения вот такой алгоритм ну получается да мы вот это вот y n подставляем в исходное уравнение неоднородное значит там получается что е степени гамма x сокращается и получает слева многочлен справа многочлен слева многочлена вот который получился из qm то есть неопределенными коэффициентами справа конкретный многочлен pm мы у них приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях x получаем значит систему уравнений с которой находим эти коэффициенты denkt! Существует что такое s равно кратную гамму? s равно кратности гамма если этот гамма кажется корнем характеристического многочлены то есть если гамма не является корнем то этого x нет вообще в степени s а вот если гамма является корнем характеристического многочлены то вот к сожалению появляется еще один ну это не параметр да и конкретная множитель но он конечно увеличивает степень многочленные и усложняет работу. Значит, сокращается. Приравняем коэффициенты. Я хочу 1 и 20 науку. Ага. Ну, обычный этот метод неопределенных коэффициентов. А что будет ответом? О! Отличный вопрос, кстати. Да, об этом надо было сказать вот здесь. Ну, в общем, мы, в принципе, вчера-то доказали эту теорему. Общее решение неоднородного уравнения — это сумма общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного. Поэтому, если мы решили однородное, то остается только подобрать вот какой-нибудь частный. То есть, ответом будет этот yn плюс y0, который... Мы берем и решаем, как дает. Да, да, да. Решаем однородное. Ищем частный. А где вынесли? Ну, вот для правочастей такого вида метод вариации постоянных приводит к многократному интегрированию по частям. Ну, таким не то, чтобы сложно, но довольно долго считающимся интегралом. Да, ну, который мы еще не знаем, что это такое. Но, тем не менее. Вот. А так все получается быстрее. Тоже не мгновенно, но быстрее. Это физики придумали, конечно. Они, так сказать, много чего вот такого. То есть, с точки зрения там математики, конечно, метод вариации постоянных все закрывает, и нечего ей голову ломать. Им можно решить все. Но если вы там часто решаете, вот это тоже именно физическая такая правая часть, экспоненты с многочленами, вот, если вы таких много задач решаете, то, конечно, волей-неволей начинаете пытаться как-то оптимизировать этот процесс. Вот. И, видите, это даже вошло, так сказать, в технику. То есть, мы это специально изучаем. Вот. Значит... Да, и даже 3, но это на следующей паре тоже. Значит, пункт... Ну, вот, то есть, если правая часть имеет такой вид, то вот так вот можно подобрать частное решение. Если правая часть имеет вид... является суммой функций вот такого вида, но разных, да, с разными экспонентами, при экспонентах стоят разные многочлены разных степеней, да, вот, то тут как раз начинает играть... Значит, начинает играть линейность, да, наша задача, потому что очевидно, что частным решением... Частным решением будет... Что? Будет сумма вот таких вот функций... ункатых от х, где, значит, ункаты это частное решение... ункаты это частное решение для f равное пмкаты на е степени гамма ката икс. Это тоже многочлен степени мк. Это... м с мк? Да, хотите считать, что это двойной индекс, да, как в матрицах? Хотите, считайте, вот так. А степень м все еще? Нет, а степень мк? Мк. М множитом? Нет. Просто мк? Просто какая-то... Да, да. Давайте действительно индекс я поставлю, чтобы не смущать. Ага. Элит просто... Нет, ну а элит, да, значит, какое-то количество этих слагаемых. Вот. То есть ясно, что если мы для каждого из этих слагаемых отдельно рассмотрим вспомогательную задачу, где в правой части будет только одно из этих слагаемых стоять, то мы методом 1 подберем частное решение для этой вспомогательной задачи, и так для всех L. И в силу линейности у нас сумма этих частных решений даст частное решение исходной задачи. В чем разница YN и YNK? YNK – это вот решение вспомогательных задач. Значит, смотрите, у нас... Да, у нас L слагаемых в правой части, а мы рассматриваем задачу с той же левой частью, а в правой части у нее одно из этих слагаемых. Да, вот такое. Для него подбираем частное решение, которое обозначаем вот так. Ну, давайте я тоже здесь поставлю. Если у нас какой-то неудобный метод решения, мы можем его разбить, да? В принципе, да, но это не... это самое, неэффективно. Если неудобно, вы все равно природу не обманете, надо с ним так и мучиться. Проблема именно в том, что вот гамма разная, экспонент. Ну, естественно, получается, раз гамма разная, то вообще говоря, при этих экспонентах разные многочлены, да, разных степеней. Вот. А потом эти решения просто складываем, получается, решение исходной задачи. То есть у нас должны быть довольно не громадские правые части, в плане того, что много слагаемых там долго, где-то сидят. Совершенно верно. Ну, вот как бы... Ну, два, да. Ну, точно так же, как в это уравнение, у нас одного порядка, а какого мы будем реально решать? Ну, второго. Потому что все остальное – это повторение, да, потому что, как бы, техника отрабатывается на первых же, так сказать, примерах. Значит, ну и давайте все-таки мы действительно какое-то этот самый резюме ставим. Значит, общим решением нашего уравнения будет сумма этого самого yn плюс y0, где y0 – это общее решение однородной задачи. Надо было, конечно, это выше написать. Ну, правда, это мы вчера только обсуждали, да, поэтому... Это ко второму, да? К абоим. Я говорю, что его надо было, конечно, писать вот здесь. То есть весь смысл этого подбора в том, что за счет этого одного частного решения и общего решения однородной задачи мы можем получить общее решение неоднородной задачи. Там есть еще пункт третий, но это уже в следующий раз. Ну и вот здесь, конечно, повеселее, но тоже ничего как бы хитрого, просто работы больше. Работа нет. Ну ладно. Значит, давайте лишнее стирать. Так, ну опять я, значит, выступлю застрельщиком. Давайте сделаем 541-ю задачу. 2 штриха, пардон, плюс 3у штрих минус 4у равняется есть степень минус 4х плюс х на есть степень минус х. Ну вот как раз на метод, так сказать, на пункт 2. Гамма 3 минус 4 минус 1. Гамма ката. Да-да-да-да. Так, значит, ну поехали. Сначала надо решить однородное уравнение. Решили. Значит, выписывать пока общее решение однородного уравнения смысла нет. Значит, мы посчитали лямбда, значит, уже готовы его писать, пока не будем. Значит, и дальше надо подбирать частное решение однородного. Здесь придется работать в два прохода, потому что в правой части у нас два разных слагаемых, да? Ну давайте потихонечку начнем. Значит, вот берем первое слагаемое с правой части исходной. Получаем уже задачу типа 1. Вот. И по этому алгоритму подбираем yn, ну, с индексом 1, да? Как мы его должны искать? У нас экспонент умножается на единицу в правой части. Единица – это многочлен нулевой степени, поэтому yn1 содержит как множитель многочлен нулевой степени с неопределенным коэффициентом, то есть произвольную констанцию. еще раз какой-то помню. Да, больше еще. Значит, у нас вот степень вот этого многочлена и вот этого многочлена одинаковая, да? Вот здесь в качестве ПМ выступает что? Единица. Единица – это многочлен нулевой степени. Значит, здесь стоит многочлен нулевой степени, но общего вида, то есть с неопределенным коэффициентом, то есть а. Дальше идет та же самая экспонент, да? Вот, и дальше, к сожалению, идет еще x в первой степени, потому что вот эта минус четверка совпадает вот с этой минус четверкой. Ну и кратность у этой минус четверки как корня характеристического многочлена или характеристического уравнения один, поэтому x у нас именно в первой степени. Вот, и вот в таком виде мы можем искать частное решение вот для такой задачи. Для того, чтобы этого x бы тут не было, было бы гораздо лучше. То есть это означает, что x равнялось бы нулю. Ну, x нулевой степени это единица. Его просто бы не было. Чтобы подставить это дело в исходное уравнение вот сюда, надо посчитать производное. Ну, давайте вот их считать. y n 1 штрих это a на e в степени минус 4x это я x продифференцировал и минус 4 ax на e в степени минус 4x это я экспоненту продифференцировал, да? Значит, экспоненту у нас выносится у нас выносится, а в скобках остается a минус 4ax. Ну, можно было бы и a вынести, но не суть. Значит, вторая производная, да, y n1 два штриха. Ну, опять там ясно, что вынесется экспонентом, а в скобках будет что? Значит, производная скобки это минус 4a вот, и еще в скобке будет скобка, умноженная на минус 4, когда возьмем производный экспонент. То есть, будет еще раз минус 4a и плюс 16ax. Вот. До которых форму берем производство? Сколько надо, но у нас уравнение второго порядка, да, нам до второй. Нам просто надо подставить. Мы вообще берем производство? А нам, как бы, в чем метод заключается? Мы ищем в таком виде, нам надо найти константу a. Чтобы найти, надо эту штуку подставить в уравнение и посмотреть. А, для уравнения мы... Да, чтобы подставить, надо подифференцировать. А можно еще, пока не ушли вперед, про совпадение минус 4a? Ага, ага. Ну, как бы, можно понимать это просто как алгоритм, да, как часть алгоритма. Вот. Если эта гамма совпадает с корнем характеристического уравнения, с корнем характеристического многочлена, то без вот этого x вот такая функция решением уже не будет ни при каком а уравнении. А с x будет. Ну, без x. Не, без x. Вот. Ну, потому же, почему, потому же, почему, если бы минус 4a не была бы корнем, его бы здесь не было, и вот эта вот функция могла бы быть решением. Ну, просто вот у нас, если... Ну, вот, условно говоря, получается... Ну, у нас что? У нас ведь вот это при дифференцировании эта гамма выскакивает вот здесь, вот как коэффициент, да, и эти коэффициенты, если гамма сама является корнем характеристического многочлена, эти коэффициенты начнут группироваться, ну, в данном случае они начнут группироваться так, что слагаемые с x просто сократятся, вот, а если бы этого x не было, то, ну, честно говоря, так сейчас прям вот показать, что именно сказать, да, сразу, не расписывая в общем виде, что именно там бы не сработало, не могу. Ну, просто вот, вот если так, да, то без этого x такая функция не может, в принципе, оказаться решением. Должна быть степень вот этого многочлена выше на единичку, вот. Чем она есть вот здесь из-за того, что вот, ну, собственно, эти корни характеристического многочлена они откуда появляются. Подставьте в это уравнение экспоненты е в степени лямбда x и потребуйте, чтобы это было решение однородного уравнения. Вот вы аккуратно ее продифференцируйте, что будет тут? Лямбда в степени n е в степени x, лямбда в степени n минус 1 е в степени x. Экспонент сократится, останется в точности характеристический многочлен. То есть, эти вот, как бы, эти корни, они не просто так, да, у нас дают решение. А если в правой части стоит еще один такой, ну, экспонент с таким же показателем, то она, ну, условно говоря, там, когда мы ее начинаем включать от экспонентов в частное решение, она начинает, ну, как бы путаться, условно говоря, ну, вот, проще сказать так, без этого x, без этого x, вот эта функция просто является частным решением однородного уравнения. Вот, а неоднородного, соответственно, она никак не может являться. Да, вот без этого x, поскольку минус четверка это корень характерического уравнения, вот, она просто, ну, при подстановке даст ноль и все, и никакого частного решения неоднородного уравнения не получится. Видно? Нет? Размер, это не сколько? Справа, да, тут будет не. Ну, тут как раз штука в том, что x-то все равно сократится. Вот, вот, мне кажется, проще сказать вот так вот. Если мы вот это уберем, то поскольку минус четверка это число, это корень характерического уравнения, то вот такая экспонента является решением однородного уравнения. Поэтому решением неоднородного она стать никак не может. Такую экспонент, если мы подставляем левую часть, мы сюда получаем ноль. Поэтому надо как-то испортить. Но почему его портят именно так, это уже долго, это надо в общем виде просто писать, я так сходу прям тыкнуть не смогу. Вот, причем, если там кратность была бы 2, то пришлось бы портить сильнее, x квадрат здесь писать. Опять-таки, почему? Потому что если без двойки, а тут кратность 2, то x на ес, минус 40, тоже было бы решением однородного уравнения. И никак нельзя было бы в этом виде естественно подобрать решение неоднородного уравнения. Причем этот x, он уйдет сейчас, мы увидим. Итак, теперь смотрите, вот мы, значит, есть у нас все эти производные, мы по идее должны это все подставить в уравнение, экспонента сократится, мы проведем подобные слагаемые, при степенях x, приравняем их к степеням x, ну, коэффициентам при x в правой части, получим некое уравнение. Давайте вот мы не будем этот этап просто подстановки всего в кучу делать, а сразу будем собирать подобные слагаемые при степенях x. У нас здесь ясно, что при подстановке этих выражений уравнения в левой части будет многочин первой степени, не выше. Вот. При x у него будет такой коэффициент. Давайте смотреть. Значит, от y2 штриха с коэффициентом 1 придет что? 16a. Со степенью x. Ну, с x первой степени, да? Вот. Это вот, я собираю слева коэффициент при x первой степени. А, да, 16а, вот. Значит, дальше от y штрих с коэффициентом 3 что придет? Минус 4a. Значит, минус 12a. Вот. И, соответственно, с коэффициентом минус 4 от самого y минус 4a. Почему минус 4a? Ну, вот, минус 4 умножить на y. А, точно. Вот. Это коэффициент при x слева. Справа x у нас нет, поэтому этот коэффициент должен равняться нулю. И он автоматически, действительно, при любом а равен нулю. И это всегда так должно получаться. Если у вас есть вот это вот x степени s, то первые s уравнений должны выполняться автоматически. Потому что у вас, получается, уравнений становятся больше на s, чем неизвестных. Вот. В данном случае s равно единице, уравнений 2, а неизвестно 1. Поэтому вот первое уравнение в данном случае должно выполняться автоматически. Если это не так, то вы где-то ошиблись. Вот. Так что, вот, здесь пока все идет хорошо. Ну и при x нулевой степени, при единице, да, у нас коэффициент какой? От y2 штриха минус 8а, от y штрих, где он у нас, минус 3а, нет, плюс 3а, да, плюс 3а, плюс 3а, да. И от самого y, нет, от самого y ничего, да? Ага. Да. Вроде ничего. Значит, а справа у нас там стояла единичка. Вот. Ну и получается, значит, первое уравнение автоматически, как и положено. А из второго уравнения получается, что а равняется минус 1,5. Вот. И тогда y, n, 1, это есть минус x делить на 5, и в степени минус 4x. Просто мы вот... Вот он, вот этот вот он был. А, все, это идёт. Да, это из-за этого самого, да, из-за совпадения. Но математически это так, а физически это называется резонанс, то есть, условно говоря, если бы у нас вот этой штукой написал какой-нибудь там, не знаю, качель, какой-нибудь маятник, то вот, ну там, правда, конечно, они скорее являлись бы комплексными числами. Ну, в общем, короче, вот эти вот, в некоторых случаях, вот эти корни характеристического многочлена имеют физический смысл неких собственных частот той системы, которая описывается левой частью уравнения. А правая часть уравнения описывает силу, воздействующую на эту систему. Ну, и, соответственно, вот, если бы здесь какой-нибудь там синус стоял, то эта сила была бы периодической, вот, с определенной частотой. Частота — это коэффициент вот при x под синусом. Если бы эта частота, этот коэффициент при x под синусом совпадала бы с собственной частотой системы, то возник бы резонанс. И началась бы, ну, там, качели бы раскачивались, если вы в тактах толкаете, да. Учитывая, что если здесь синус и здесь корни комплексные, у нас все решения, вообще говоря, это комплексные, ну, чисто мнимые, синусы, косинусы, да, ограниченные, то если их умножить на x, то как раз получится, что ограниченные функции начинают расти вот на этот x. И это отражает именно физическую ситуацию, когда, если начинаете качать качели в такт, то они вместо того, чтобы продолжать все время качаться периодически, вот, они начинают увеличивать амплитуду, если в такт так и продолжать качать, то там они разломаются, или там мост, ну, солнышко, если позволяют, да, вот, или, значит, стук и падение, да, или там мост, если вот по нему идут, в ногу шагают, да, он тоже может раскачаться. Но это не, вот математически это просто означает, что без этого x у нас получается здесь решение однородного уравнения и неоднородного, решение неоднородного она стать не может. Вы сказали, что e в степени x сократится, это где? e в степени x, ну, как бы вот этого, да, сократится, да, видите, она у нас везде выскакивает за скобки. А, в итоге-то на все мы имеем? А, нет, нет, конечно, это когда мы просто подставим это все в уравнение. Да, 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 вот. Так, ну и вторая часть, да, подбора частного решения. Ну, да, в общем, здесь-то, конечно, никакой физики, здесь никаких синусов, никаких минимумов, никаких колебательных систем здесь и близко, нет? А вот этот эффект все равно есть. Значит, ну, все прекрасно, yn2 в данном случае мы ищем как что? Здесь у нас стоит x, это многочлен первой степени, поэтому частное решение мы выбираем как многочлен первой степени с неопределенными коэффициентами, умноженное на ту же самую экспоненту, и в данном случае больше ни на что, потому что минус 1 не является не сопротивлением, да, не является корнем характеристического многочленного d. Вот. Ну, тем не менее, все равно многочленом второй степени, значит, опять его там дифференцировать. Что получается? Значит, дифференцируем скобку, получается a, дифференцируем экспоненты, получается минус a x минус b, да, и вторая производная. Дифференцируем скобку минус a, дифференцируем экспоненту, значит, получается минус a плюс a x минус b, плюс b, пардон, да? Ну, да. Вот так. Вот. Ну, и опять мысленно подставляем и собираем коэффициенты при степенях x. При x у нас слева что будет? a от этой самой второй производной с коэффициентом плюс 3 минус a от первой производной и с коэффициентом минус 4 а из-за самого решения. И это равно единице. Совершенно верно. Вот. И второе уравнение при x нулево. Здесь уже ничего не сокращается, не должно, потому что два уравнения, два неизвестных, все нормально. Значит, от второй производной у нас минус 2 а плюс b от первой производной с тройкой плюс 3 а минус 3 б и от самой с минус 4 б да равно 0 минус 4 на б и тоже, смотрите, тут тоже есть вещи не случайные. Вот у нас получилась система с треугольной матрицей, да, из первого уравнения сразу находится а, а по а и второму уравнению сразу б. и это тоже не случайность. Если у вас не получается система с треугольной матрицей, вы где-то, скорее всего, ну, как бы, вы где-то ошиблись точно. Вот. Если получилось, то тоже может быть, но может быть и нет. Значит, тут получается что? А равняется минус 1 шестая, а б минус 1 шестая. Да? Ну да. Значит, ну да, 6 б туда, а здесь а, да. А. Ну, значит, получается yn2 это, значит, минус 6x плюс 1 делить на 36 на e в степени минус x. Так? Ну вот. И мы готовы писать ответ. Посмотрите, какие у нас масштабы, да. Вот мы на первой половинке решали однородное уравнение. Где мы здесь закончили с однородным уравнением? Вот здесь, да. Вот. А все остальное это вот неоднородное. То есть однородное решитель уже даже как-то не считается вообще за работой. Почему у нас получились разные а? Разные а? Ну, а равняется минус 1 шестая, а равняется 1 трех. А, не-не, это b. Все, а решили. Все. Какой мы интеграл в прошлый раз x на e в степени x, да? Четвертая пара, это же страшная вещь. Есть и пеникс на x, это у меня сбило. Я думал, что там делить, а не умножить. Вот. Так, значит, итак, решением нашего уравнения является сумма общего решения однородного уравнения. Вот она по нашим корням многочленов выписывается. И, значит, частного решения неоднородного, которое тоже состоит из двух слагаемых y на 1 y на 2, значит, минус x делить на 5 e в степени минус 4x и минус 6x плюс 1 на 36 e в степени минус x. То есть, это наше частное решение плюс решение одного. Да, 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 да. Именно так, именно так. Так. Ну что? Нужны добровольцы? Давайте. Вы первый. Ага. А вот почему у нас выглядит yn2, ой, там, где выражается yn2, там перед e минус x коэффициент ax плюс b, а не просто a. Значит, потому что у нас перед экспонентой правой части стоял x. Не единичка, а x. Сейчас мы начнем, и мы с вами это обсудим еще. Так, значит, увидим, да, ну что тут повеселее-то, 547 давайте, 547. Значит, там такая, y2 штриха плюс 4y штрих плюс 4y просто равняется x на e в степени 2x. Ага. Увидели, да, почему? То есть там-то а, там было просто а, потому что многочлен был в нулевой степени, а x добавился из-за вот этого, значит, совпадения с корнем. А там просто многочлен первой степени произвольного вида. и здесь у нас, слава богу, а тут даже не будет пунктов, тут просто одно частное решение, даже можно не переписывать. Это да, это сразу первый пункт, просто y, в каком виде мы его в данном случае ищем? Сейчас. Ага. Мы его ищем. Как? Ну, во-первых, экспонента, согласен с вами. f степени. 2x, какая была, такая будет. Да, и еще многочлен какого вида? А x плюс b, совершенно верно, потому что там стояла первая степень и здесь первая степень. Ну, все, дальше дело техники. Такой, скучной довольно техники. Ага, 2x плюс 2b, совершенно верно. То есть у нас первый пункт, это как бы как пункт второго? Да, 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 ну или второй, вообще не первого. Но первый ключевой, и вот будет третий пункт на следующем занятии, он тоже будет опираться целиком на первый. На первой? Нет, на первой. А, понятно, а, 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 да, лучше потихонечку. 4ax, да, и плюс 4b, и на e, да. Ну, надо сказать, что мы сегодня немножко долго собирались, мы все-таки, кроме этого, еще одну задачу сделаем. а плюс 4x плюс 4x b, совершенно верно. Да, и теперь подставляем, собираем коэффициенты по одинаковых степенях x. отсюда 4a, отсюда 4a, 8a, сейчас как-то с другого. я в другую сторону. А, в другую сторону, понял, ага. Ага. Здесь 4a, 4b, да. да. Можно прочитать? Сейчас, а почему там 8a, 8b стало? Ой. Это уже от y2' да, Там же коэффициент 1, да, 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 да. Ага. Это для разнообразия мы, значит, в обратном порядке записали. с y по y2' 4b, 4a, 8b, 4b, 4b, да. Да. Ну, вот видите, пока все идет хорошо, система треугольная, коэффициент кривые, это тоже нормально. 4b, 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 8b, 16b, 8a, равно минус ага. А почему? Ну, если в обратном порядке прочитаем. А, слушай, да, 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 да. Все равно одно и то же, да. Видимо, полный квадрат, потому что. Ага. Нет, почему? Ведь минус 2 это корень, а здесь-то плюс 2. Оно берется именно с правой части. Ой. Ну, все, пишем ответ. Да. Уже мел не выдерживает. Да? Супер, замечательно. Так, значит, хорошо. И нужен еще один доброволец. Да? Есть. Это будет 536-я. Так, я могу ли его стереть? Да, 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 можно, наверное, даже и мой столбик уже стирать. Все же запомнили, мне кажется. Тут все несложное. Да, 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 да. 536-я. 36-я, ага. 36-я. Значит, там вот такая задача. у2-штриха плюс у-штрих минус 2у равняется 3х е в степени х. Тут вам посчитать придется, да. Ну, мы посмотрим. Может, мы не будем до конца доводить, но все-таки. Какой у вас красивый. Красивые лямбды какие. Ну, чуть не на физику. Да, да. Да, согласен. И все покрасности в них. Да, и, собственно, это все с однородным, да? Давайте подбирать частное неоднородное. Да, нам нужно вот это. И затем начнем с того, что у нас здесь х, поэтому на х плюс b будет еще умножить на 3 е в степени х. Нет, пожалуйста. Нет, а здесь-то нет. Здесь как было 3х е в степени х? Да, нет. Мне кажется, мы просто сейчас хотим еще раз написать условие задачи. Нет? А, нет. Я бы там написал yn слева, да. Правильно? Я забыл. Да. А там просто же x, а не 3x, да? Ну, и b. Ах плюс b. Да. Той же степени, что и b. А, все, да. Той же степени, что и при... Да, 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 да. Да, yn. А, в принципе, а единственное так. Да, ага. Это будет ах плюс b? Абсолютно верно. Немножить на... Не в степени х, а 3 нужно? Нет. А почему? Откуда 3? Вот вместо 3x, 3x это просто обозначение многочлена, да? Вот у нас стоит конкретный многочлен 3x. Нам важна только его степень, первая. Да, потому что вот эта же вот эта часть. Да, вся целиком. Вот, а тут у нас хоть 3, хоть 5x, все равно будет ах плюс b. Хорошо. Вот, но еще давайте проверим. Ведь под экспоненты при x стоит единичка. А единичка это... В правой части, да. Единичка. А единичка это один из корней характеристического уравнения. Да, поэтому нужно еще умножить сюда. На x, совершенно верно. На x в первой степени, да. А что за два случая у нас? У нас же одно сломание. Ну, это мы так, для себя, для красоты. Нет, у нас... Пока у нас один случай. Где у нас второй случай? У нас написано «случай 1». Это не значит, что будет случай 2. Вот. Я бы его, знаете, значит... Я бы этот x внес бы в скобки, чтобы не 3 множителя было, а 2. Или вы так и сделали в уме уже, да? Ну, да, вот, да, 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 чтобы было видно, чтобы не запутаться. Вот. Ага, ну и вперед. Во-первых, это мы экспоненты продифференцировали, а теперь саму скобку. Точно так. Ага. Да. Ну вот, теперь стираем дальше. И начинаем. А почему из 7? 7 с лагами. А там, получается... 8, но что b. Ну, там, получается... Вот, начиная со строепроизводной, уходят константы. Вот это вот. А, ну... Так. Значит, x квадрат. О, тут даже умножать не очень. Ну, почти, да, да, да. Кроме? Да, последнего. Так, тогда получается а плюс а... Минус 2. Минус 2а. Да. По качеству идет хорошо. А то есть, у нас здесь одно уравнение должно быть... Сойтись само. Да. И так оно и получилось. Причем именно при старших степенях. Вот эти первые s при старших степенях x должны сами выполняться. Ну, типа, уравнение никуда. Да, да. Но оно нам и не нужно, да. Потому что у нас только два неизвестных, а уравнение три. Так. Ну, очень. 2а. Плюс еще 2а. 4. Ага. Это от y2 штриха. Так. Плюс b плюс 2. Да. Минус 2b, да. И опять пока все идет хорошо, потому что мы выходим опять на треугольную матрицу. Да. И это равно треум. Откуда минус 2b? Пришло откуда минус 2b? Из последнего слагаемого. Это минус 2y. Минус 2b. Вот 3x. Да. Да. И теперь 3x нулевой. А стирать это хороший прием. Это некоторые любят пользоваться. Надо брать на вооружение. Стоишь около на одном месте, пишешь строчку, стираешь, пишешь, стираешь, пишешь, стираешь. Ходить не надо. Очень удобно. Решение в большинстве, потому что это фундаментальное свойство доски. Да, да, да. Исчезает. Долго не держится надпись. Минус 2b. Плюс b. Плюс b. Ну вот. Так. Ну и получается, что это главное минус 2b? Да. Ну вот. Ну и мы, собственно, готовы писать ответ. Что там, там промежуточные результаты? Если а плюс 1, 2, то b минус. Минус 1. Да. Вот. И мы прям пишем ответ сразу. Да, да. У нас все вспомогательное есть. А собрать, чтобы два раза не переписывать, мы сразу соберем в ответе. Сейчас. Общее однородного. Не, сначала вот эту, с этими. А, ну давайте, да, чтобы... Тогда это... Да, да, да. Это получается, ну, 1, 2, x, да? Да, да, что-то там удрить, конечно. Только минус, да? Да. Ага. 1, 3, x. Да, да. Ага. И вспоминаем вот эти вот. Это будет 2 в степени x. Умноженно там сам. Ага. Это x, которое мы внесли, да? Да, да. Есть и минус y. Все, супер. Ну, смотрите, мы, да, мы практически это самое. За 10 минут две задачи решили, не таких уж коротких. Так, все, отлично. Считаю до трех, и чтобы все успели, да, приготовиться. И диктую домашнее задание. А то все время переспрашивают. Раз, два, три. Значит, 519, 520, 524, 531. Это все однородные. Теперь неоднородные. 534, 535, 539, 542, 545 и 584. Так, все, если нет вопросов, то можно расходиться. Спасибо. Контроль на себе, да. У кого-то есть повод это, так сказать, в рамочку. Такое дело, я новый студент. Да. Вот, и у меня только сейчас появилась возможность...